Всем привет! Сегодня мне хочется начать серию видео о фиалках или симполиях. Это очень популярные комнатные растения и их часто можно встретить и в квартирах, и в офисах. Посмотрите, как они красиво цветут. Своим видом на подоконнике они дарят нам радость. И я думаю, что многие со мной согласятся, что цветущие фиалки создают в доме атмосферу уюта и красоты. В своих видео я расскажу вам о том, как правильно ухаживать за фиалками, чтобы цветы, живущие у вас дома, чувствовали себя прекрасно и радовали вас своим цветением как можно дольше. А также мы поговорим о том, как размножать фиалку, чтобы это было 100%. Но прежде всего хочется сказать о том, что синпулия – это род семейства гиспериевых и в естественных условиях встречается в горных районах Восточной Африки. Большинство сортов произрастает в узумбарских горах Танзании. Отсюда и название – узумбарская фиалка. Ну и немного истории. В 1892 году германский барон Сен-Полей, в те времена Танзания была колонией Германии, он прогуливался по берегам реки, рядом с водопадом, и обратил внимание на красивые растения. Он собрал семена и отослал их отцу. А тот передал их ботанику Герману Венглэну, который впоследствии описал эту растению как синполия фиалковая. Уже через год, в 1893 году, была проведена первая выставка синполий и начато промышленное производство сортов. Сейчас в мире насчитывается более 32 тысяч сортов фиалок. Более 100 лет фиалка радует нас своими цветами, находясь в нашем жилище. За это время люди наблюдали за разными событиями в своей жизни, поэтому накопилось множество примет и суеверий. Тема нашего видео – приметы и суеверия, связанные с фиалками. Условно, все приметы можно разделить на две группы – на позитивные и негативные. Часто в нашей жизни негатив привлекает больше внимания, но начнем мы с позитива. Согласно восточной философии, фиалка приносит в дом гармонию, мир и материальный достаток. А также благоприятно помогает разрешать конфликты. Приметы ориентируются на окрас цветка растения. Например, белые цветы фиалок – это символ безмятежности. Они избавят от страданий и от тяжелых мыслей. Также голубые фиалки – это позитив. Они развивают творческое начало. Поэтому, если у вас дома дети или сами вы стремитесь к чему-то, но у вас никак не получается, заведите голубую фиалку. И все ваши помыслы, все ваши планы в творчестве будут осуществляться более легко. А дети научатся легче чему-то новому. Розовые фиалки приносят в дом любовь. Для обретения гармонии в семейных отношениях, в любви, заводите розовую фиалку. А вот красные улучшают материальное положение и благоприятно влияют на лентяев. Мотивируя их на какую-то работу и на всякие действия, улучшающие материальное положение. А также, для тех, кто хочет похудеть, красную фиалку завести просто необходимо. Избавляет от повышенного аппетита. А также повышает иммунитет. А вот фиолетовые фиалки могут изменить атмосферу жилища от негатива к позитиву. А также справиться с непониманием между членами семьи. Но кроме всего этого позитива, о котором мы говорили, также есть и негатив. Приметы, которые говорят о том, что фиалка это цветок-вампир. Ну, от чего это пошло? Потому что фиалка, она днем выделяет кислород, а ночью она, естественно, выделяет углекислый газ и поглощает кислород. Поэтому говорят о том, что нельзя ставить этот цветок в спальне. Иначе можно проснуться вот с такими симптомами усталости. Может болеть голова, чувство недосыпания. И поэтому в спальне мы этот цветочек ставить не будем, а поставим его на кухню. Или на ночь можно вынести из спальни в другую комнату. Кроме этого, говорится о такой примете, как фиалка это цветок-мужигон. Но уже очень многие счастливые семейства, где жены разводят фиалки, опровергли эту примету. Многие вам об этом напишут, скажут. Послушаю ваше мнение. Поэтому не знаю. Эту примету я считаю неоправданной. Верить в приметы или не верить, как к ним относиться. Это выбор каждого человека. Обычно, кто во что верит, кто о чем думает, как к чему относится, чаще всего то и происходит. Поэтому давайте будем думать о хорошем. Любоваться цветами. И видеть в них больше положительного. И посмотрим, как они нас будут радовать. Как они будут свисти для нас. А в следующих своих видео я вам расскажу дальше. О том, как ухаживать за фиалками. И как их размножать. Подписывайтесь на канал. Будет очень интересно. Всем пока. Продолжение следует...